Трипичная граната против танков и пехоты. Смотрели ли вы фильм спасти рядового Райана? Не вдаваясь в героические похождения американских солдат в Нормандии, показанные в этой картине, напомню лишь про финальный эпизод, связанный с обороной моста. Там, если помните, нехватку противотанковых средств решено было восполнить изготовлением самодельных липких бомб, наспех изготовленных из солдатского носка, набитого взрывчаткой и обмазанного солидолом с прикрепленным огнепроводным шнуром. Затем бомбы бросались в немецкую технику, приклеивались к ее броне и взрывались. Хотя ни для кого не секрет, что даже обычный нестиранный носок, если его не снимать неделю, превращается в не менее грозное противотанковое химико-биологическое оружие. Собственно, к чему это все? Я, честно говоря, не знаю, как часто солдатам союзных армий приходилось идти на подобные меры для борьбы с вражеской бронетехникой, но по крайней мере в британской армии имелась так называемая граната номер 82 или по-простому граната Гэмана, которую условно можно назвать модифицированной версией таких самоделок. Конструктивно она представляет собой набитый пластичной взрывчаткой матерчатый мешочек с металлической крышкой, в которую вставляется контактный взрыватель. Граната имела чеку и ленту, намотанную на взрыватель и имеющую свинцовый утяжелитель. Солдат снимал крышку, бросал гранату, у которой в полете разматывалась лента под тяжестью свинца, вынимая тем самым чеку из взрывателя. Ну а далее при соприкосновении с поверхностью происходил взрыв. Разматывание ленты сперва было рассчитано на 4 секунды, затем в целях безопасности ее увеличили до 7, но это не мешало солдатам самостоятельно укоротить ее. Большим достоинством этой гранаты было то, что боец в силу поставленной задачи сам мог решить какое количество взрывчатки и поражающих элементов следует положить в мешочек. Так, например, при использовании ее в качестве противопехотного средства внутрь могла класться картечь, битое стекло или даже просто щебенка. При борьбе с бронетехникой мешок полностью набивался взрывчаткой, масса которой достигала 900 граммов, то есть использовался бронебойно-фугасный принцип действия. К сожалению, не владею данными по числу уничтоженных машин данной РПГ, но примеры успешного применения известны. Например, в той же Нормандии британским десантом гранатами Гэммона уничтожались ПЗ-4. Кстати, сам изобретатель гранаты капитан Ричард Гэммон служил в парашютном батальоне и именно для десантников номер 82 и предназначалась. Тут замечу, что вполне видимо, Гэммон не был первооткрывателем, а просто мог на основе боевого опыта своего батальона предложить командованию универсальный боеприпас. Взрывчатка, кстати, входила в стандартный боекомплект британских парашютистов, да и по сравнению с обычными ручными гранатами номер 82 была легче, дешевле и многофункциональнее. Взрывчатка даже использовалась для розжига бездымного пламени и разогрева пищи. Граната Гэммона была предложена в 1941 году и использовалась британской армией вплоть до окончания Второй мировой, с окончанием которой ее боевое применение закончилось. Число выпущенных штук точно неизвестно. Сообщается лишь о нескольких тысячах таких гранат, не исключая возможности самостоятельного изготовления аналогичных средств.